В Армении уже давно применяют метод, когда бедные слои общества используются в различных целях тех или иных политиков. В нищей Армении участие в протестных акциях, а также в выборах, и вовсе является одним из способов заработка. Об этом в беседе с корреспондентом Ахар Ас, сказал глава экспертно-аналитической сети Политрус, российский эксперт Виталий Арьков. Сейчас из различных самых бедных районов и провинции автобусами приводятся люди, которые за определенные суммы принимают участие в акциях протеста. Им даже нет разницы, что кричать, что скандировать. Тут они приходят как на работу. Этим всегда занимался как сарксян, так и качарян. То есть, в настоящее время больше половины участвующих в акциях протеста в Армении являются этими людьми. Это как массовка в фильмах, отметил эксперт. По его словам, в Ереване сегодня меняются определенные политические технологии. При сарксяне были много антироссийских митингов, которые были инициированы, на самом деле, руководством Армении с целью давления на Москву для получения кредитов, денег и так далее. Не исключено, что ряд сегодняшних протестных акций тоже имеет аналогичный подтекст. Если даже эти акции не инициируются лично Пашиняном, то это делается в его интересах. Этот вопрос, на мой взгляд, он давно решен, и попытки его поднять не имеют перспектив для реализации. Например, эти акции протеста дают некие основания Николу говорить от лица народа, что, мол, мы из-за событий в Армении не можем продолжать переговоры с Азербайджаном. То есть, Москва, как модератор, будет вынужден торговаться с Ереваном. Именно отсюда и питается уверенность Пашиняна, который, несмотря на акции протеста в своей стране, отправился на двухдневный визит в Нидерланды, как ни в чем не бывало. Он понимает, что купленные люди не в силах его свергнуть, сказал наш собеседник. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.